Была прислана работа в нескольких форматах. Дневной вид, смешанный вид, ночной вид. Также референции по освещению, которые были взяты для того, чтобы получить подобную атмосферу. Давайте теперь посмотрим, что у нас объединяет или разъединяет то, что мы хотим получить, и то, что получили. Самый первый бросается в глаза постановка камеры. Здесь у нас много лишнего и, наверное, мало того, что можно было бы поместиться в кадр. Возьмем любое изображение. Ну, вот это, наверное, самое характерное. Мы видим большой, хороший, красивый, широкий угол. Положение камеры, соотношение сторон верное. В данном случае мы, конечно, можем оставить квадрат, но лучше правильно сделать это так, как на выбранном референции. Первое дело, в глаза бросается фиолетовый оттенок. То есть понятно, что мы настраивали лишних света с помощью вычитания из физической камеры. Но здесь немного освещения, не нужно, чтобы было фиолет. Фиолетовый может появляться только в одном случае, когда у нас имеется смешанное освещение. Как в данном случае, когда у нас только не контурная подсветка, потому что она не дает много света. А подсветка достаточно серьезная, более интенсивная. Где-то расположена в дополнительных местах. Желтые источники света, которые тоже действуют на всю световую сцену, схему. И в этом случае у нас вместо белого получается немножко желтоватый, синеватый оттенок. В данном случае у нас подсветка только контурная. И нельзя сказать, что это полноценное смешанное освещение. То есть оно было бы смешанным, если бы в два раза было меньше, чем в дневном источнике света ISO. То есть прям меньше его сделалось. И включить, так как все остальное станет темно, включить внутреннюю подсветку. Допустим, вот эти вот лайты, которые наверху находятся. И тогда будет то, что мы хотим получить. К сожалению, вот я не очень вижу здесь на референциях, которые... Ну хотя вот, наверное, вот это вот больше похоже. Когда на референциях мы пытаемся получить атмосферу. Вот что-то вроде этого. У нас есть смешанное освещение. На этом референции у нас есть вот желтоватые оттеночки. Вот они. И у нас есть вот желтоватый оттеночек вот здесь. И есть синеватые оттеночки здесь, здесь и здесь. Поэтому примерно так это может работать. Вот еще один референс, тоже который был выбран как тот, к которому мы хотим стремиться. Здесь немножечко по-другому поступили. Здесь, по сути, обесцветили весь цвет, который существует. Желтый. Скорее всего, здесь тоже не белые, а желтые светильнички. Скорее всего, здесь стоит дополнительная или вспышка, или что-то в этом роде. Потому что, ну, картинка, вот можно даже посмотреть, тени. Картинка получается достаточно бесцветной, без новых цветов. И все, что у нас было желтое, либо синее, оно по сути убивается. Обратная ситуация здесь. Здесь у нас есть не очень большие окна, и прям видно, как напрямую попадают сюда солнечные лучи. Ну, вернее, не солнечные лучи, а отраженный свет. И заполняет все пространство. Из-за того, что у нас разного цвета внутри присутствуют материалы, мы видим разные рефлекты. Вот, допустим, здесь получился желтоватый. Это, наверное, от дерева, от цвет. Здесь вот чуть-чуть синеватый, это цвет от стены. Поэтому получается такой глубокий, красивый цвет. Вот, мне кажется, вот это вот оптимальное настроение и сцена для данного интерьера. И вот, наверное, к нему тоже можно стремиться. Теперь, возвращаясь к нам, мы видим, что явно все фиолетовое. Явно неплохо сделать контраст. Вот я вытащил сюда изображение и чуть-чуть добавил контраста. То есть, было, стало. Добавляя контраст, мы сразу получаем чуть лучше, чуть проработанное, чуть насыщенное. Естественно, у нас получается некий пересвет, с которым лучше бороться. Кстати, здесь еще желательно сделать, если у нас цвет идет из окна, бэк у нас должен быть яркий. Это по определению мы не можем... Ну, то есть, у нас по-любому будет там что-то видно. Как видно в любых референциях, которые мы можем посмотреть. Давайте посмотрим. Ну да, вот у нас бэк, он виден. Даже если там шторка, все равно он будет проглядываться. Что еще здесь можно сказать? Постановку камер сказал. Вот по поводу светильников. Вряд ли они будут точно такого же цвета, как и потолок. Все равно они будут чуть-чуть отличаться. Их можно выделить отдельно в фотошопе, даже если они не горят. Просто они по цвету чуть-чуть будут другие. Естественно, требуется делать больше сабдивов на КВД-конструкции, то есть шкафчики, чтобы у нас отражения были более гладкие. Телевизор, если включен, будет всегда ярче. На включенном телевизоре не может отражаться что-то. Он будет светить ярче, чем на любой свет. Поэтому просто убираем отражение и делаем более контрастное его изображение. Вот, в общем-то, похоже на лэптоп. Что еще? Здесь хорошо, хорошо. То есть мелочи и наполнения. Все работает прекрасно. По поводу штор, наверное, нужна текстура. Все-таки какая-то на них. Возможно, какую-то некую взять выразительность, то есть добавить чуть-чуть контраста сюда. Не контраста, а просто затемнение. То есть по планам чуть-чуть разбить. Но, может быть, и не обязательно. В целом, интерьер очень хороший. Вопрос цветокоррекции и небольшой доработки. Вот я вижу, здесь уже доработан по сабдивам. Уже стало лучше. Здесь мы пытаемся получить смешанный свет. Для смешанного освещения я бы рекомендовал, ну, во-первых, так же, как и в том случае, отрезать верх и низ, сделать более вытянутый кадр. Может быть, встать дальше, показать. Интересно, что это за комната. На данном изображении мы не понимаем. Эта комната квадратная, эта комната прямоугольная. То есть у нас не до конца рассказана история. А хочется, чтобы она была рассказана до конца. Далее. Все точно такие же комментарии. И здесь я бы порекомендовал просто убрать, сделать в половину мощность ISO. Ну, или не в половину, а минус хотя бы 30%. Попробовать включить внутренние источники света. И сделать их вот такими чуть-чуть желтоватыми, как у вас получилась внутренняя подсветка. Совершенно будет другая история. Здесь у нас будет где-то желтоватая, а здесь будет у нас чуть-чуть синеватая. И это будет встречаться, если у нас будут тени и от желтоватого вот здесь под столом, и от синеватого здесь тоже от столом. У нас получается очень интересная картина. В общем-то, вот здесь тоже очень неплохо. Даже сейчас получилось. Ну, видно, да, как красиво с отражением работает. Должно быть еще лучше. Ну, естественно, избавляемся от синего оттенка. Я сейчас просто вот здесь вот синяя и чуть пониже. Посмотрю, да, совершенно синего никакого нет. И последнее. Ночное освещение. В общем-то, тоже все хорошо, но в ночном освещении точно не хватает некого контраста. Ночное освещение. Вообще у вас все освещения получились практически одинаково. В общем-то, сделано все правильно. Загорелся свет. Только непонятно, почему пропали отражения. Их можно дать немножечко. Здесь уже допустим синий оттенок. Я бы здесь добавил просто контраста больше. Вот, вот, уже сразу выразительней стало. И уже видно, что уже получилось ночное освещение. Теперь нам не хватает желтоватого света. Я бы здесь прям saturation можно было бы добавить. Я сейчас тоже грубо это делаю. Даже мышки нет. Я делаю это просто на ноутбуке, на тачпаде. Примерно, сейчас, секундочку. Должно быть вот что-то типа того. Беру saturation и пытаюсь сделать желтый цвет. Вот он более интенсивный. Вот он получается. Очень хорошо. Здесь тоже. Вот, уже сразу лучше. Теперь я могу, в общем-то, тот же самый интерьер взять. Добавить просто желтенького. Вот где-то. Вот, вот так. Вот у нас желтый свет появился. Сразу видно. Ctrl-B. Я нажал color balance. И по желтому магнете добавил. И чуть-чуть могу по high-tonus добавить голубо-зелененький. Вот сразу получилось хорошее, правильно ночное освещение. Единственное отличие в этом ночном освещении, что мы должны или не должны делать, у нас back в этом случае уже не должен быть яркий. Он должен быть у нас более темный. Либо там должен быть какая-то огни города, например. Либо просто потемнее. То есть, вот что-то вот так. Не должно привлекать внимание. В прошлый раз я говорил, что как-то по контрасте поразительнее сделать. Это вот. Мы берем вот этот вот tools. Посмотрите, кстати, как в Photoshop работать. Небольшой мини-курс. У нас есть тоже на сайте. У вас в доступе он должен быть. Midtones. И вот чуть-чуть. Вот раз. Буквально добавил, уже хорошо. Чуть-чуть здесь можно добавить. И здесь чуть-чуть добавить. То есть, какие-то выразительные просто места. Либо добавить, либо усилить. Где слишком ярко можно удалять. А где нужно наоборот поярче. Вот меняем doodle tools. И, допустим, нам надо поярче сделать монитор. Раз его чуть-чуть поярче сделали. Но лучше это делать не так, как я сейчас делаю. Потому что у нас в Reole это происходит. А выделять. Сначала выделять изображение по периметру. И потом его уже контрастить с помощью братьности и контраста. Вот примерно такое можно сделать освещение ночное. И давайте посмотрим в самое начало. Где у нас тут History. Можем откатиться всегда. Включив экранчик History. И в самое-самое начало. Давайте сохраним картинку. Ctrl-C. Откатываемся назад. И включаем Ctrl-V. Вот у нас, в общем-то, получилось, что мы хотели. Что у нас было. И то, что примерно мы должны получить. Ну, естественно, белые засветы здесь желательно, чтобы не были совершенно белые. Нужно сделать, чтобы было чуть-чуть отражения. И они были бы тоже желтоватыми. Но в целом получается очень неплохая картиночка. Давайте я даже сохраню ее в JPEG. И приложу к нашей галерейке. Примерно такими же манипуляциями. Photoshop здесь очень сильно поможет. Но еще больше поможет логика создания изображения. Того, что мы хотим получить. В ночном, кстати, в вашем референсе я нигде не увидел. Такого ночного освещения, к которому вы хотите стремиться. Надеюсь, комментарий помог. Дорабатывайте. По-моему, очень симпатично. Переходите на обработку Photoshop. В ней вы откроете для себя тоже много чего интересного и полезного.